Так, шумно. Когда будете готовы, ребята? Поверь мне, точно. Молодец. Давай. Все готово? Начинайте тогда. Супер. Антон, как проходит сбор? Какие у вас ощущения, отличия от того, что было раньше, учитывая нынешнюю ситуацию? Сбор проходит хорошо. Собрались, тренировки. Ну, все, в принципе, как всегда. Единственное, что приятно вернуться, наверное. Это самый главный момент. Антон, чем тренировки с Кафановым отличаются от того, что у тебя было до этого, ты первый раз с ним встречаешься? Я встречаюсь не первый раз с Кафановым. Мы во второй сборной работали вместе уже. И очень хорошо знакомы, постоянно общаемся, на сборах часто пересекаемся. В принципе, понимал требования и понимаю то, что тренер-ротерея хочет видеть в команде. И все отлично. Ну, все говорят... Здесь, конечно, есть отличия, есть какие-то... Ну, у каждого, скажем так, свой почек, да, у каждого тренера есть свои индивидуальные особенности, свои требования. И здесь потихоньку привыкаем. Все говорят, что он прям уникальный специалист, один из лучших в мире. Вот что такого уникального, конкретного, ты можешь выделить? Вы знаете, разбираются все в футболе, но становятся лучшими и единицы. Вот, наверное, Кафанов это тот человек, который вдается в тонкие детали, которые очень помогают в игре. И, конечно же, тренировки, 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 огромное количество повторений, оно помогает каждому в артиле стать лучше. Антош, какая главная задача или цель вот именно этого сбора для вас? Я думаю, что не только для меня и вообще для всей команды сейчас такая ситуация сложилась. И нужно понять требования, нужно продолжать тренироваться для того, чтобы быть готовыми, когда придет момент, выступать и двигаться дальше. И, наверное, в первую очередь нужно стать сильнее и лучше, чем мы были раньше. Вот, я думаю, это главная цель. Как ты переживал в тот момент, когда остался вне сборной после ЧП Европы? Я нормально пережил его. Я уже довольно взрослый опытный игрок, который с любым мнением, любое мнение, любое решение, которое было, я, конечно же, его принял. Но внутри себя с этим не смирился и продолжил работать дальше. Таков девиз в моей жизни. Нужно всегда двигаться вперед, забывать, делать над ошибками и двигаться дальше. Антон, все-таки вернусь к Европе, мы желаем вам, чтобы это был не последний ваш турнир. Как вы оцениваете ту игру, в том числе свою игру в матче с биргейцами? Разноречивые оценки звучали после этого матча? Да, я бы не хотел сейчас возвращаться туда. Есть анализ, который у меня произошел внутри себя. Я все разобрал, эту игру уврал в сторону и продолжаю двигаться дальше. Поделитесь с нами, потому что Игорь говорил о том, что его Лукако ничем не удивил. Может быть, вас чем-то Лукако удивит? Лукако, мы все знаем его отлично и это великолепный игрок. Но, наверное, делиться тем, что у меня внутри, я думаю, что это не совсем правильно. Самое главное сделать правильные выводы для того, чтобы дальше не опускать руки и прогрессировать. Динамо сейчас идет высоко в чемпионате. Вопрос по Динамо. Как вы сами чувствуете по поводу конкуренции? Зениту вы ожидаете, что ее все-таки составите? Вы опытный игрок? Давайте я вас перебью сразу. Мы же находимся в сборной. Давайте говорить о том, что у нас здесь происходит. Мне кажется, что это не совсем будет корректно говорить о Динамо. Думаете, сейчас не время? Я думаю, что сейчас есть момент, когда у Динамо есть время для того, чтобы немного отдохнуть. Ребятам и иностранцам съездить домой или съездить расположение сборной команды. Всем перезагрузиться, потому что ситуация действительно непростая. И двигаться вперед, конечно же, мы разберем и разбираем каждую игру, которую отыграли. В частности, разберем последний матч с Ростом и будем двигаться дальше, делать работу над ошибками и продолжать только вперед. Этот сбор завершится, я не знаю, как это называется, совместная тренировка с закрытым шпионским матчем с молодежной сборной. Нам не говорят, в каком формате пройдет. Вы бы хотели сыграть официальную игру или все-таки вас устраивает шпионский матч? Любой игрок хочет играть за сборную, хочет играть при полном стадионе болельщиков. Конечно же, официальные игры придают и адреналин, и кураж, и ответственность. Поэтому, конечно же, каждый игрок, у кого вы спросите, он скажет, что мы хотим играть официальные игры. Очень жаль, что, опять же, такая ситуация, повторюсь, но нельзя останавливаться. И я считаю, что правильно провести этот сбор и наигрывать, наигрывать новые схемы, новую тактику. В общем, становится лучше. Нам есть куда стремиться. Ты сказал про то, что сейчас вернете со сборов. У тебя есть уверенность в том, что в «Динамо», когда вы вернетесь, будет та же команда? Что все вернутся со сборов. И я в этом уверен. Я на это очень надеюсь и в этом уверен. Что вы сказали, Свостян Шаманский, который уехал в сборную Польши. Я с ним общаюсь буквально сегодня, мы с ним списывались днем. Но это останется между нами. Но ты уверен, что он вернется? Я очень этого хочу и жду, что он вернется. Ведь нам нужно двигаться дальше, вперед. Спасибо. Спасибо большое, Антон. До свидания. До свидания.